Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! У нас пасмурная погода, день пасмурный, но я сегодня уже собираюсь уезжать в Москву. Вчера я целый день, даже нёк, металась, собирала вещи. Вот один контейнер стоит запасной. Сюда я ещё не упаковала орхидеи, что я беру с собой. Ну, я с собой забираю практически всё, практически всё. Так, это сумка с разными-разными вещами, плюс документы. Это всё для вышивки, это всё для орхидей. Единственная сумка с моими вещами. Новый станок, который я вам так и не показывала, но купила несколько лет назад. Это все приспособления для швейной машины, которую я привезла сюда. Швейная машина, которую мы с мамой покупали для тёти Вали. Приготовила лишнюю сумку, потому что у меня все орхидеи не умещаются в четыре больших контейнера. Не умещаются. Вот четвёртый стоит. Так, ну, об этом чуть позже. Приготовила салфетки. Как я уже говорила, я тогда покупала в светофоре, и я ещё где-то купила, не помню. По-моему, в магазине Леруа Мерлен. Но салфетки мне не понадобились. Возможно, ещё понадобятся, потому что я жду, когда приедет Алла, и нас с орхидеями и с Женей заберёт. Так, беру вот такую Юниэль-подставку. Вот так она выглядит, потому что мне нужно будет... Вот, сейчас я поближе вам покажу. Вот так. Так, потому что мне нужно будет поставить её на верхнюю, самую верхнюю полку в комнате на стеллаже. Также беру палочки для орхидеи, для цветоносов. Ну, я не всё забираю. Ну, конечно, пылесосы мы тоже забираем отсюда, здесь их не останется. Вот, ну, в общем-то, вот из вещей без орхидеи вот это всё, что я беру с собой. Ну, там очень многое, что заберёт ещё Борис. Вот, но мы дачу не оставляем насовсем. Мы будем сюда приезжать, за ней будут присматривать. Вот, так что мы будем здесь ещё появляться. Так, а теперь покажу, как я упаковала свои орхидеи. Вот здесь у меня уже высохла кора, которую я сама собирала. Вот так вот она выглядит. Она вот такая яркая, красивая. Так, а вот на окошке у меня стоят ящики, в которых упакованы орхидеи. Они упакованы уже со вчерашнего вечера. Умещается здесь не больше шести горшков. Ну, если горшки чуть поменьше, то умещается, конечно, больше. Ну, вот тут я, видите, натыкала побольше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь горшков. Вот они цветущие. Я не представляю, ребят, как я их повезу, но я потом покажу вообще, что в каком виде я привезу. Ну, страшно, конечно, их увозить. Очень долго мы сомневались увозить, не увозить орхидеи. Может, стоит и остаться. Ну, в общем, я не знаю. До сих пор мы ещё в сомнениях. Так, здесь у меня стоит самодельный энергайзер для орхидеи. Энергайзер. Вот здесь у меня я начеренковала цветочек, который мне Ирина давным-давно дарила, очень давно. Так, всё, сейчас здесь прикрою и покажу следующее окно. Это окно в комнате Бориса. Я не все растения ещё упаковала. Вот спустила свой огромный, красивый сога-югидан со второго этажа. На втором этаже растений не осталось. Вот моя орхидейка трёхглавый орёл. Я её называла. Вот так красиво она цветёт. Название я её не знаю. Я сейчас поближе покажу. Может быть, кто знает название и подскажете мне. Она с цветоносом из точки роста. Детку она пока не даёт. Она решила процвести. Вот у неё, я в своё время вам показывала, делилась, не делилась. По-моему, рассказывала. Сломала цветонос случайно. Вот этот цветонос, видите? Вот он торчит. Я его сломала. Но буквально через неделю орхидея выпустила следующий цветонос. Очень люблю эту орхидею. Это одна из шести орхидей, которые мне покупала Алла в магазине, по-моему, «Твой дом». Она большая. Цветонос у неё большой. Но она вот такого вот мультифлорного типа цветения. Она ветвится. Также здесь мой попугай, который зацвёл на втором этаже. Здесь, в этом ящике, почти все орхидеи, которые со второго этажа. Вот тут кто-то зацветает. Но я думаю, что это зацветает пиратик Пикати. Я же говорила, у меня все этикетки стёрлись. Я использовала не тот фломастер, какой должна была использовать. Так, Сога Юки Дан. С той стороны я уже не буду вертеть. Он выпускает ещё один цветонос. Очень переживаю, как мои орхидейки перенесут переезд в машине. Потому что закрыть крышкой их нет никакой возможности. Вообще никакой возможности. Они высокие. Я-то раньше думала, что я положу, заверну вот так цветонос. И здесь в обратную сторону ещё положу орхидею. Тоже заверну цветонос. Но, к сожалению, это невозможно. Иначе я поломаю все цветоносы орхидеи. Вот такие лампы я заберу с собой. Они, конечно, небольшого размера. Они всего 60 сантиметров. Всего 60. Но их я заберу с собой. Это лампа 6500 кельвинов. Я заберу её с собой. Держатели на окно я уже забрала. Эти держатели будут тут зимовать. Эти держатели останутся. Вот это в моей комнате орхидеи пока ещё стоят под такой же лампой. Она, видите, тут двойная друг на друге. Приеду в Москву, буду обязательно отделять. Видите, она соединена здесь. Борис мне тогда делал, соединял, чтобы от одного включателя всё это дело работало. Буду отсоединять. Куплю провод и буду делать отдельно. Пока я думаю, что по одной такой лампе будет висеть у меня под полками на стеллаже. Очень переживаю за орхидеи. Как они переживут переезд. Ароматная моя орхидея. Это... Забыла, как она. Египетская. Когда-то я покупала в городе Михнево цветок. Орхидею. Вот она растёт очень давно уже в этом горшке. И никак она не цвела. И тут она решила зацвести. Цветочки ещё полностью не раскрылись. Все раскрылся. Только один цветочек. Вот смотрите, как он выглядит. Тоже на ней не было написано название сорта. Она малышка мультифлорного типа цветения. Видите, она даёт ответвление. Конечно, в один ящик, который я оставила, они все не уместятся. Но в тот ящик я буду помещать именно те орхидеи, у которых вот такие вот огромные листья, как у египетской. Такая как... Сейчас, ребят, я поверну, посмотрю. Я уже забываю название. Голд Сант Оранж. У него тоже раскидистые листья. В сумку его, к сожалению, не поставить. Ну, Мэйджик Арт, скорее всего, поедет в сумке, которую я приготовила. Его листья можно будет поднять. Так, Дикий Кот. Дикий Кот. Кстати, раскуклил корешочки. Тоже, скорее всего, поедет в коробке. Так, вот эта маленькая жёлтая. Без названия. Очень красивая. Она даже не жёлтая. Она, знаете, такого... Нет, не фисташковый. Даже не знаю, какой цвет. Но очень-очень красивая. Вот, глядя на эту орхидею, мне очень захотелось ту жёлтую, о которой я вам говорила. Я потом подпишу название. Я, честно говоря, название не помню. Вот, эта тоже поедет, видимо, в сумке. Сначала я поставлю, я говорю, все разлапистые орхидеи. Такие вот с большими листьями. То, что у египетской листья, я боюсь, я не смогу поднять, чтобы поставить её в сумку. И у неё тройной цветонос. Тройной цветонос. Это, конечно, не для перевозки в сумке. Если мейджикард я могу поднять листья, повернуть цветонос в какую-то одну сторону, то у египетской не получится. Видите, она на три стороны распределяется в сумке. Это невозможно. Поэтому египетская у меня поедет в ящики. Это не все четыре ящика, которые я вам показала. Один пустой и три. Такие уже заполненные орхидеями. Вот у меня ящики есть, которые мы с вами брали в светофоре. Этот ящик. Так вот это можно убрать и просто вот тут положить. Я потом запомню, что это Валкин. Так, здесь у меня цветонос от моей шилерианы. Тоже придётся как-то очень аккуратно наклонить в какую-то сторону. Так, получится, не получится. Нет, не получится. Я уберу эту палочку потом, чтобы мне можно было закрыть. Так, здесь всё... А, оно и так закрывается. Здесь всё можно закрыть и поставить. Ящики у меня таких два. Один на другой. Пока пусть стоят открытые. Кстати, ящик очень тёплый, потому что отопление работает. Так, мой бронзовый Будда тоже поедет в большом ящике в пустом. Так, мамина орхидея, которая дала двоих деток. Она поедет в сумке. Ничего страшного, она туда в сумке поедет. Вот у меня ещё есть две орхидейки. Вот одна, вот вторая. Из-за бактериального заболевания. Ой, не из-за... Грибковое. Из-за грибкового заболевания. Мне кажется, вот это грибковое заболевание. Вот такое. Вот видите, пятна какие зелёные. Я не знаю, что это такое. Если есть знающие люди на канале, подскажите мне, пожалуйста, что это такое. Может быть, стоит поставить просто под фитолампу, и пропадут эти пятна. Пятна не чёрные. Чёрными они не становятся. Поэтому я даже начала сомневаться, что это грибковое заболевание. Мне кажется... Ой, не гриб... Такие вот листья. Видите? Тоже в пятнышко. Вот в пятнышко. И здесь пятнышки проявляются. И здесь пятнышки проявляются. Видите? И вот на том листе тоже проявляются пятнышки. Это не свойственно этим орхидеям, потому что я их получила вот с такими вот зелёными листьями без пятен. Не знаю, что здесь произошло. Может быть, действительно стоит поставить под фитолампу. Так, переходим к другому подоконнику. Что у меня здесь? Здесь моя орхидея, которая была два года реанимашкой. Потом я её пересадила. Что-то она мне тут внизу даёт. Даже не знаю, в принципе, что это такое. Я первый раз вижу. Вот сейчас начала смотреть. Вот увидела. Думала, она даёт только цветонос. Ну, вполне возможно, что она даёт детку. Но на детку это не похоже. Это больше похоже даже на корень. Но нет, он плоский. Я думаю, что это, скорее всего, цветонос. Если была бы детка, я, конечно, бы очень сильно обрадовалась. Потому что я долго занималась восстановлением этой орхидеи. Я её восстановила. Вы должны её помнить вот по этому листу. Видите, это лист ещё тот. Она с ним реанимировалась. И она разбудила мне цветонос на конце. И стала доращивать бутоны. Так, здесь, я не помню, я вам рассказывала или нет. Здесь у меня гортензия полярный мишка. Ну, и от бронзового будды я сюда вот так воткнула черенки. Запаяла воском с двух концов. И просто положила в кислый торф. Вот просто, вот просто положила в кислый торф. Что-то здесь потихонечку начинает набухать. Может, мне, конечно, это только кажется. Я вот как-то пытаюсь даже сбоку показать. Так, не повредить бы мне мишку. Видите, что-то набухать. Ну, это я посмотрела видео мужчины из Китая, которые занимаются орхидеями и практикуют вот такое выращивание деток на цветоносе. Я не пользовалась ни какой пастой, вообще никакой, ничем не мазала. Видите, я даже чешуйки не снимала. Вообще. Потому что иногда бывало так, что я снимаю чешуйки, и почка тут же замирает. Поэтому я решила этим не заниматься. Так, здесь у меня тоже маленький ящик. Маленький. Сейчас, ребята. Вот, маленький ящик. Но он высокий. Вот, здесь у меня Ирэн Добкин выпускает цветонос. Это ее второе домашнее цветение. Плюс у Ирэн Добкин растет маленький листик. Вот, здесь у меня орхидеи практически все с цветоносами и даже те, которые растят детку. Эта орхидея просто отъела свой листик. Я потом покажу вообще, что это за орхидея. Сейчас мне не хочется доставать. Здесь вот тоже малюсенькая орхидея. Малюсенький-малюсенький цветоносик растет. Вот, здесь у орхидеи тоже цветонос. Видите, она тоже малюсенькая. Это реанимашка. Реанимировалась очень давно. И она периодически пропадает. Потом опять реанимируется, пропадает и опять реанимируется. Ну, этот ящик тоже закрывается. Тоже можно его закрыть. Вот, аккуратно-аккуратно подогну туда цветонос Ирэн Добкин. И закрою вторую крышку. Ну, вот вроде бы и все. Как я все это упаковала? А, да, да. Вот это я тоже заберу с собой. Вот эти контейнеры. Обязательно. Они здесь не останутся. Они замерзнут. Так, сейчас, ребята, я сниму. Сейчас, сейчас, сейчас. Одну секундочку. Подвину чуть-чуть. То не умещается. Так, а зачем же я открыла? Мне надо это все закрыть. А, я открыла для того, чтобы опрыстывать. Но вода пока остывает. Так, я не то сделала. Не то мы с вами сделали. Это у меня подставка. Думаю, почему она такая грязная. Потому что в нее стекает вода. Так, это вот так. Вот так. Здесь у меня что? Здесь у меня вот орхидеи. Розовые. Черенки. Больше пока я ничего у других орхидей не вижу. Но и они, в принципе, живые. Этот листик, наверное, можно снять, чтобы он не ехал со мной. Этот листик я тоже сниму, но пока удалять не буду. Вот, остальные все поедут со мной. Сейчас, ребятки. Руки все покорябанные, потому что укрывала розы. Сейчас я этот листик уберу. Вот, потому что укрывала розы. Все, этот тоже поедет со мной. В обязательном порядке. Здесь я это не оставлю. Ну, раз уж я вам показываю все, вот я вам решила показать еще, что стало с розой, с ее ростком. Помните, она в парнике росла, да? Ну, в общем, вот. Я говорю, уличные розы в домашних условиях выращивать просто невозможно. Росток она засушила, весь стебель она засушила и веточку новую она засушила. Все. Здесь, конечно, уже ничего не получится. Это надо выбрасывать. Все. Я пойду на улицу, обязательно это выброшу. Поэтому, кто хочет перенести розы с улицы в дом, и чтобы они росли, нужно им создавать определенные температуры. В теплых температурах уличные розы дома расти не будут. Иду показать, как я упаковала розу, которую пригнуть не могу. Вот. Я ее практически забинтовала. Видите, даже капельки здесь. О, это лед. Это лед. Вот, видите, в несколько слоев забинтовала. Ну, будем ждать теперь, как она перезимует. Сможет ли она перезимовать. Не знаю. Но у меня нет другого выхода, потому что пригнуть я ее не могу. Она не пригибается. Пускай будет так. Как говорится, не пригнутая. Несгибаемая. У меня роза несгибаемая. Все, я так чуть-чуть придавила камушками маленькими. Так, все. Порядок. Да, это лед. Я думала, это дождик. Нет, это лед. Уже лед. Так. Гортензия закрыта. Ну, вроде как, все закрыто. Ребята, сказать, что я нервничаю, это не сказать ничего. Я очень переживаю, влезут ли мои все орхидеи в машину. И не замерзнут ли, пока мы их будем везти. Все, я пошла. Я буду орхидею грузить сама в машину. Все, поехали. Грузить. Пошли грузить. Сейчас хочу вам снять, что у меня получилось. Боря, вот эти цветы не забудь. Когда поедешь. Ну, там цветы-то еще остались. Там прилично цветов. Это я только орхидеи забрала. Так, не надо, не надо. Сейчас сначала покажу с этой стороны. Во. Ребята, вот так. Здесь. Хорошо камеру подальше сделала. Так, ну вот теперь здесь. Так, это что тут такое? О, нет. За бутоном все нормально. Ну вот, как-то вот так. Ну что, прям хоть на рынок езжай. Здесь очень важная орхидея. И она с бутоном. Где ее бутон-то? Может уже не искать? Где твой бутон? Вот он, вот он, он целый. Я прям очень за нее переживаю. Ну, в общем, вот так. Вот. Ну, тут я с Женей. Ой, ребята, ну что можно сказать? С Богом. У меня голова идет кругом. Я не думала, что это все уместится. Что там, Аллёд? В бассейне лед. Да? Ну, он не мерзлявый. Ну, в общем, короче, вообще. Вообще, ребята. Сплошной нервяк. Все. Пошла одеваться и поехали. Все. Целоваться-то будем? Ой, я сказал, тоже целоваться. Ну, давайте аккуратно. Давай. Ладно, все. Как там Женя-то? Сидит. Все. Мы приехали. Представляете? Мы приехали. Расставлять на полке буду, наверное, завтра. Сегодня просто не получится. Мне теперь нужно будет все распаковать, все расставить, посмотреть, что, чего, куда уместится. Ой, ребята, все. Я дома. Не верите? Сейчас покажу. Добрый вечер, страна. Добрый вечер, зарубежья. И всем, всем спокойной ночи, моя хорошая. Орхидеи расставлю и покажу. Доехали хорошо. Доехали быстро. Справились, Санечка. Ну, она у меня молодец. Все. Не буду замораживать свои орхидеи. Все. Пока-пока, мои лапочки. Пока-пока. Всем спокойной ночи. Ну, как-то так у меня получилось. Мне захотелось побыстрее, побыстрее распаковать и поставить их под свет, потому что им нужна досветка. Вот там наверху у меня будет еще стоять стойка. Но, к сожалению, цветодержатели придется снять. Потому что никак не умещаются. А так вот, в принципе, они все поместились. Еще даже одна полка в запасе осталась. Но это уже так на всякий случай. Не знаю, хватит им света или нет. Вот здесь лампа не доходит. Вот. Нам нужно срочно будет заказать. Но пока перебьются и такой лампой. Здесь лампа вот такая. Видите, какая она длинная. Ее хватает на весь стеллаж. Вот. И бронзовый Будда здесь стоит. Выдает свои цветоносы. В общем, ребята, посмотрим. Потому что вполне возможно, что они стрессанут. Ну, вот те так точно в темноте стрессанут. Ну, в общем, вот как-то так получилось. Завтра буду собирать стойку. Прикручивать. У меня еще есть вот такая вот лампа. Туда. И буду ставить туда. И буду убирать цветоносы держателей. Там же они только-только цветут. Как жалко. Прям не могу. Ладно. Ничего. Ничего. Я прилетела и быстрее-быстрее начала все это делать. Хотелось как можно быстрее поставить. Ну, вот тут самые такие, которые только-только внизу. Только-только начинают свистеть. Только-только формируют бутоны. Ну, и для фэншуя поставила вот такая красоточка у меня зацвела. Такая хорошенькая. Ну, я вам ее на дачу, по-моему, показывала. Такая хорошенькая. Такая хорошенькая.